В эфире служба новостей Саров-24 в студии Ксении Напенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О достигнутых результатах и планах на будущее глава города представил отчет о работе с 2018 год. Лето в городе, лето в парке. Саровчан приглашают на фестиваль. В сказке, знакомой из детства, в Молодежном библиотечном информационном центре прошла встреча, посвященная творчеству Ганса Христиана Андерсена. Далее расскажем обо всем подробно. На заседании Городской думы депутаты вернулись к обсуждению платы за содержание жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма и для собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления или установления размера платы. Проиндексировать плату предлагается ежегодно на индекс потребительских цен, который устанавливается прогнозом социально-экономического развития РФ. С этой инициативой администрация уже выходила на Думу, но не нашла поддержки народных избранников. Часть депутатов говорила о том, что сумма за содержание жилья во многих случаях завышена. В этот раз решение опять не подержали. И был задан вопрос о перераспределении денег за содержание и ремонт жилья после 1 января. До этого времени сумма за содержание лифта, которая входит в графу содержания жилья, распределялась на всех жителей, кроме тех, кто живет на первом этаже. После 1 января платить стали и они. Вы когда пересматривали, когда увеличивали плату для жителей первых этажей, при постоянных расходах у вас для остальных жителей, для остальных этажей должна была плата снизиться? Напомню, что в прошлом решении городской думы не увеличивался размер для первых этажей. Была обменена дифференциация по этажам, по указанию прокуратуры. В связи с этим Центр ЖКХ получил дополнительные доходы. Вероятно. Ну так вот на плате за ремонт и содержание жилья жителей остальных этажей это как-то отразилось? С 1 января нет. А с какого отразилось? С пока не с какого. Также речь шла об инициативе администрации обратиться к губернатору с предложением установить максимальный индекс роста тарифов на 6,9%. Ранее мы подробно останавливались на этой теме. Планируется, что увеличатся тарифы на водоснабжение на 13% и на водоотведение на 11%. Все остальные платежи подорожают не более чем на 3,8%. Рост связан с необходимостью модернизации изношенных систем водоснабжения и водоотведения. В основу обоснования роста тарифа ложатся две причины. Инвестиционная программа Горводоканала, либо реализация концессионного соглашения, если такое будет принято. К согласованному решению по этому вопросу депутаты пока не пришли. При этом предложение по индексу роста для тарифов необходимо направить в РСТ до 1 сентября. Теперь этот вопрос будет решать губернатор. К другим новостям. На заседании Думы отчет о работе за 2018 год представил глава города Александр Тихонов. Он рассказал о социально-экономическом развитии Сарова, о текущем положении дел и перспективах на ближайшие несколько лет. Подробности далее. Среди достижений прошлого года глава города отметил завершение проекта «Тепло в детсады». Все здания детских садов оснащены альтернативной системой отопления от горячего водоснабжения. Этим вопросом заинтересовались и другие муниципалитеты области. Реализуется проект «Межшкольные стадионы». Один завершается в августе этого года. 16-й школа. Мы получили, значит, и в согласительной комиссии записывали о том, что сделать экспертизу с медной стоимости стадиона школы номер 7. В этом году она будет сделана в третьем квартале. Вопрос с финансированием будут решать в конце этого года, начале следующего. Дальше в планах – реконструкция стадионов 12-й и 13-й школ. Идет работа над программами улучшения жилищных условий нуждающимся. За пять лет из очереди вышли более тысячи семей. Решается вопрос с выделением участков многодетным семьям. 71 участок на улице Нижегородская и 32 участка на улице Западной. Очередь на ИЖС – 212 семей на 1.01.2019 по многодетным. Но нужно сказать, что сложности и не только по Сарову, вернее, скорее всего, по Нижегородской области за весь период выдачи участков земельных по ДЖС для многодетных построено всего 1,6% индивидуальных жилых домов. Для постановки на очередь сейчас семьи должны соответствовать определенным критериям – быть малоимущими. И возникает вопрос, как малоимущий может построить индивидуальный жилой дом. Есть опыт Санкт-Петербурга, где участки компенсируют деньгами. Сейчас вопрос решается в правительстве Нижегородской области. Речь шла и о создании в Сарове регионального оператора. Вопрос обсуждается уже долгое время. Но серьезных успехов пока нет. Какой второй выход? Это переход МКД на спецсчета, которые, в принципе, принадлежат управляющей компании, но дом может тратить, подоговоренность с управляющей компанией, накопленные деньги туда, куда он хочет тратить. Сегодня в Сарове уже 30 таких домов. В своем отчете глава города рассказал о ситуации со здравоохранением. Проблемы те же – точность диагноза и нехватка кадров. Также Александр Тихонов рассказал о перспективах для ТАСЭР Сарова. Еще три предприятия рассматривают эту площадку для реализации своих проектов. Полностью отчет главы города доступен на нашем канале в Ютубе. Екатерина Пенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. На танцевальной площадке парка культуры и отдыха имени Зернова продолжает работу летний кинотеатр под открытым небом. Следующий показ пройдет в пятницу, 26 июля. В 20.30 стартует детская программа, а по окончании – взрослая. Гости кинотеатра смогут насладиться фильмами, разместившись на комфортных креслах-мешках и скамейках с мягкими подушками. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С ноября этого года у автомобилистов появится возможность оформить ДТП в режиме онлайн. Сервис будет доступен на портале Госуслуг. На первом пилотном этапе им смогут воспользоваться жители четырех регионов страны. Сервис позволит водителям самостоятельно, без сотрудников ГИБДД, оформить извещение о дорожно-транспортном происшествии в электронном виде и получить результаты рассмотрения дистанционно. В личном кабинете на портале будут храниться документы на автомобиль, страховые полисы, данные о ДТП. Через сервис водители также смогут найти страховую компанию и заключить договор ОСАГО и КАСКО. Расчет стоимости полиса будет производиться в автоматическом режиме. Технопарк «Саров» получит новый приток финансовых вливаний. Как сообщили в пресс-службе главы региона, это стало возможным благодаря федеральному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». На днях три заявки от Нижегородской области получили предварительную поддержку экспертной комиссии. Это строительство двух новых технопарков в Нижнем Новгороде и Выксе, а также проект развития энергетических мощностей технопарка «Саров». Он призван расширить возможности действующих резидентов, а также привлечь новые предприятия. В клинической больнице номер 50 напоминает о том, что в настоящее время госпитализация пациентов в региональной больнице возможна только при наличии прививок от кори. Для вакцинации и последующего получения прививочного сертификата «Саровчанам» необходимо обращаться в 460-й кабинет первой поликлиники. Он работает с 8 до 18 часов. Справки по телефону 9 55 49. «Саровчан» приглашают отправиться в Рождественско-Богородичный Санаксарский мужской монастырь. Поездка состоится в понедельник 5 августа. В этот день в монастыре пройдет торжественное освящение иконы святого праведного воина Феодора для Саровского храма в честь святых царственных царстатерпцев. На поездку можно записаться по телефону 9 82 95 с 8 утра до 4 часов вечера, кроме субботы и воскресенья. На редакцию канала 16 обрушился шквал телефонных звонков, почему телеканал исчез с привычной кнопки. Зрители спрашивают, как и где. Теперь можно смотреть новости и передачи канала 16. Технический сбой произошел несколько недель назад, и сейчас телевизионный канал поменял частоты. О том, как настроить свой телевизор на прием нашего канала, расскажем далее. Елена Борисовна нажимает на привычную кнопку на пульте, но видит на экране только помехи. Сначала женщина не придала этому значения, но спустя несколько дней стала беспокоиться, куда пропал родной канал 16. У меня канал 16 все время работал на определенной кнопке. Стала включать, канал 16 нету. Все кнопки перещелкала, канала нету. Начались всякие помехи. Некоторые каналы тоже пропали вместе с 16 каналом. А так как я все время смотрю 16 канал, новости городские, мне очень хотелось посмотреть, что у нас в городе. После технического сбоя изменились параметры настройки канала 16 и СОРО-24 на телевизионных приемниках. Чтобы снова смотреть городские новости, любимые передачи, нужно провести простые действия. Берем в руки пульт, нажимаем кнопку меню. На экране высвечивается категория. Курсором выбираем автоматический поиск каналов и нажимаем кнопку ОК. Потом в дело вступает искусственный интеллект. Через несколько минут техника найдет все доступные каналы. Возможно, некоторые из них поменяют нумерацию. Канал 16 в пакете ТКС теперь находится на 37-й кнопке. У кабельных операторов МТС и Ростелеком на 551 и 755-й кнопках соответственно. Также смотреть канал 16 в реальном времени можно через интернет с помощью универсальной платформы Эвентера ТВ. Елена Грискова, Владимир Лисик, служба новостей СОРО-24. Имя великого сказочника Ганса Христиана Андерсона знакомо каждому человеку. Все дети знают героев его произведений. Маленькую и отважную Герду, бездушную и холодную снежную королеву, трогательную и нежную русалочку и стойкого оловянного солдатика. Даже самые печальные и трагические сказки Андерсона обладают удивительным свойством дарить надежду и лечить душу. Творчеству легендарного датского писателя была посвящена очередная встреча проекта «Библиотечный дворик». Великий детский писатель Ганс Христиан Андерсон родился более двухсот лет назад. Он прожил долгую жизнь и написал за это время много романов, пьес и рассказов. Однако все они забыты. И сегодня мы знаем его как детского писателя. И в 21 веке сказки Андерсона не теряют своей актуальности. Они поднимают вечные темы и ищут ответы на волнующие всех детей вопросы. В этих сказках морально-нравственный выбор. Герои делают выбор, очень сложный для себя, и зачастую погибают. Это есть далеко не во всех детских сказках, которые оканчиваются хэппи-эндом. И этим лично мне дороги сказки Андерсона. И я думаю каждому из нас, ведь наше детство невозможно представить без сказок Ганса Христиана Андерсона. Чтобы глубже погрузить детей в мир произведений великого датчанина, сотрудники Молодежного библиотечно-информационного центра рассказали интересные факты из биографии писателя и провели викторину на знания его произведений. Также библиотекари придумали игры и конкурсы, связанные с миром произведений Андерсона. Например, ребятам предстояло найти горошину или наклеить на ватман жителей морского дна. Также мы сегодня проводили веселый танец маленьких утят. Просто на внимание, на скорость, на внимание, кто быстрее на сноровку, кто быстрее успеет нырнуть в канавку, то есть не зайти за черту круга. Также вот был конкурс на построение, это кто быстрее, кто ладнее построится. Также на команду, на команду конкурс командный. Павел Гунбин с раннего детства знаком с яркими и неповторимыми героями книг Андерсона. Самая любимая его сказка «Огниво» о солдате, который преодолел все испытания, выпавшие на его долю, и сумел перехитрить ведьму. Мне нравится солдат, потому что он такой храбрый, он победил ведьму, и он разбогретел. Маленькая Василиса Широкова только открывает для себя сказки Андерсона. Гадкий утенок особенно запал в душу девочки. Эта сказка учит, надо не обращать, что тебя обзывают как-то, а надо любить себя, какой ты и есть. Следующая встреча библиотечного дворика, которая состоится 31 июля, будет посвящена сказке Корнея Чуковского «Айболит» и пройдет в форме квеста. Начало 18 часов, без возрастных ограничений. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. В эту субботу в парке имени Зернова состоится фестиваль «Лето в городе, лето в парке». Саровчан от мала до велика ждут на танцевальной площадке. Праздник начнется в 15 часов с программы «Сок-шоу». Затем состоится большая интеллектуально-развлекательная игра «Соображариум». И закончится праздник фестивалем красок «Цвет лета». Подробности далее. Этот развлекательный проект придумали в Сарове. Несколько лет «Сок-шоу» было частью летней программы парка имени Зернова. В прошлом году проект взял гран-при первого отраслевого фестиваля игровых программ «Зато всем весело». Этим летом «Сок-шоу» возвращается в родной город. Организаторы подготовили для зрителей несколько ведер различных напитков. Мы попробуем 20 вкусов, приготовим большой сокомикс. И, естественно, решать, какие составляющие соки войдут в сокомикс, будут наши гости, зрители этой программы. А дальше горожане будут выбирать развлечения по настроению. Тех, кто захочет музыки и танцев, пригласят на мастер-класс по зумби. Любители интеллектуальных викторин будут ждать уютные кресла-мешки на поляне. Мы попробуем сыграть в большую компанейскую игру, соображарим. Интеллектуальная игра. Нужно будет быстро, здорово, задорно отвечать на предложенные задания наших координаторов и ведущих. Летняя программа парка продолжится ярким шоу под зажигательные танцевальные ритмы. Организаторы гарантируют море позитива и незабываемые впечатления. В пять часов на танцевальной площадке мы ждем горожан на фестиваль красок и замечательную пенную дискотеку, которую мы пытаемся провести в этом сезоне не один раз, но погода нам пока не позволяла. Я думаю, что в эту субботу нам должно обязательно повезти. Всех желающих принять участие в развлекательной программе ждут 27 июля на танцевальной площадке. Начало в 15.00 без возрастных ограничений. Елена Грескова, Владимир Лесик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok